Все запланированные наши показатели, они выполнены, несмотря на то, что все планы в части национальных проектов, республиканских наших проектов, федеральных проектов, все они реализованы. 26 декабря состоялась последняя в этом году встреча главы Республики Татарстан Рустама Мениханова и заместителя премьер-министра Республики Лейлы Фазлеевой с ректорами вузов и руководителями научных организаций региона. Традиционно на декабрьском заседании подводятся итоги года. На правах председателя Совета ректоров вуза Республики Татарстан ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин рассказал о результатах функционирования высшей школы Татарстана и актуальных задачах ее развития. Ректор университета подчеркнул, что несмотря на все сложности вузам Татарстана удалось улучшить показатели. Например, оборот в Казанском университете за год вырос почти на 11%. Доля внебюджетных доходов выросла с 62 до 66%. Также отметили развитие инженерного направления, которое было поддержано активной работой в тандеме с индустриальными партнерами и государством. Была затронута тема создания передовых инженерных школ. Отдельно уделили внимание передовой инженерной школе Казанского университета Киберавтотех, ключевым партнером которой является публичное акционерное общество КАМАЗ. Отдельное внимание уделили активному участию Татарстана в программе «Приоритет-2030», которая позволяет вузам получить гранты на развитие. Сюда входят открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление научной лабораторной базы. «Приоритет-2030» представляет собой программу государственной поддержки российских университетов, цель которой – сформировать к 2030 году более сотни прогрессивных современных учебных заведений, центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Программа направлена на повышение конкурентной способности России в области образования, науки и технологий. Напомним, что КФУ стал участником трека «Территориальное и отраслевое лидерство». Университет вошел в первую группу вузов. Всего в нее вошли семь вузов России. Победители, помимо гранта, до конца 2023 года суммарно на всю группу получат более 6 миллиардов рублей. В качестве председателя Совета ректоров вузов Республики Татарстан Ленар Сафин акцентировал внимание на запуске первого татарстанского школьного спутника КАИ-1. В разработке малого космического аппарата принимали участие студенты и преподаватели Института радиоэлектроники, фотоники и цифровых технологий, а также лицеисты инженерного лицея-интерната КНИТУ-КАИ. 9 августа с космодрома Байконур стартовала ракета, на борту которой был установлен контейнер для запуска наноспутников. Отметили и разработку химиками Казанского федерального университета материала, широко используемого в авиационной и ракетно-космической промышленности термопласта. Импортозамещающая технология получения термопластов панелинфиленцульфида разработана совместно с предприятиями города. Производство опытных партий термопласта ПФС стартовало на площадке технополиса Химград. Основными производителями данного полимера на мировом рынке являются Япония, Южная Корея, США и Китай. Российский аналог полимера, по данным Нобранауки России, не уступает импортному в технических свойствах. Он обеспечивает работоспособность изделий в диапазоне от минус 200 до 220-240 градусов Цельсия, а коротковременно до 270 градусов. Ученок КФУ по созданию термопласта, который работает при температуре от минус 190 в царе мышечной Атрофии. Коммерциализация начата с компанией АОС. Этот проект осуществляется с минским тракторным заводом. Ректор КФУ отметил активное участие представителей Высшей школы Татарстана в федеральном проекте «Платформа университетского технологического предпринимательства». В рамках конкурса «Студенческий стартап» было подано 797 заявок, из которых 135 стали победителями и получили по 1 миллион рублей для развития технологических проектов. Особое внимание в докладе было уделено работе с молодежью. Также Ленар Сафин затронул вопросы научно-технологического развития Татарстана. Не забыли отметить систему развития экспорта российского образования. Здесь, по словам Сафина, наиболее важным достижением стало открытие филиала КФУ в городе Джизак, где уже учатся 360 студентов. В завершении встречи Рустам Мениханов подчеркнул, что несмотря на сложности научно-образовательный комплекс Татарстана в уходящем году работал достойно. Вузы и исследовательские учреждения смогли не только сохранить, но и нарастить свое присутствие в национальном проекте наук и университеты, в других стратегических инициативах социально-экономического развития страны. Адалина Абдрахманова, Универньюз.